всем привет еще один выпуск париматч сочи хоккей open хватит снимать себя на фоне шайбы лучше сниму себя на фоне сочинского неба и хочу просто сделать подводку к интервью с денисом никифоровым это тот самый актер который сыграл тренера в культовом сериале молодежка я встретил на трибунах шайбы когда проходил турнир и нельзя сказать что там вообще не было зрителей были и алтебармакян и мальцев и мельничук наши ребята которые подписали контракты с клубами инхайл и я встретил дениса никифорова на трибуне с ним поболтал оказывается он здесь не просто так отдыхает он приехал сюда с делом интересно его тоже реплика о том что происходит с актерами сейчас был такой скандал вокруг иосифа пригожина когда он во время пандемии сделал пост в инстаграме о том что актеры пострадали больше всего еще там сергей шнуров усмеял но речь сейчас не об этом о том что денис никифоров реально его словах есть правда и многие расчехлились сейчас после карантина но актеры до сих пор стоят на паузе только-только начинают выходить на поверхности своими шоу гастролями и реально многие сидят чуть ли не год уже без работы посмотрите интервью дениса никифорова он высказался много о хоккея а кхл и я вам вдогонку просто напомню что есть ссылка по которой вы можете получить бонус от париматч так что смотрите интервью и хорошо что большой хоккей так или иначе возвращается и я вам напомню что все таки легального партнера париматч появились события по хоккею футболу и все вообще огромному числу спортивных соревнований сейчас мы на париматч сочи хоккей open и для моих подписчиков новая акция посвященная рестарту большого спорта по моей ссылке вам будет начислен бонус до 22 тысяч рублей за первый депозит на игровой счет количество бонусов ограничено переходите в закрепленный комментарий и не забывайте пройти верификацию до конца чтобы получить максимальный бонус если говорить совсем просто там внизу есть ссылка вы регистрируетесь и уже дальше смотрите вам играть не играть просто бонус может упасть вы уже дальше решать что с ним делать вы все равно будете в плюсе а пока смотрите дениса никифоров я знаю что многие до сих пор смотрят и любят молодежку я бы сам с удовольствием посмотрел продолжение этого сериала надеюсь однажды он будет снят федор бондарчук ты где федор федор пора снимать давайте как тебя зовут это тут делаешь тренируешься денис привет рад тебя вид что за идея здесь то есть с июля здесь хоккейный лагерь для детей да мы собирались с июня это сделать но в итоге из всех пандемии коронавирусов и прочих невзгод которые посетили этот в этом году немножечко перенесли это все на июль месяц и вот 6 с 5 июля приехали главные так сказать защищники этого всего безобразия в кадр партнер иди сюда девочка вот я хочу вам представить это наш это мой партнер тимур и мы его вдвоем и еще наша еще один партнер михаил здесь сочи мы затеяли летний хоккейный кэм вот собственно уже четвертую смену заканчиваем сегодня я поеду к ребятам как раз пофотографироваться пообщаться потренироваться тренироваться вечерочком да вот у нас 19 15 тренировочка так что все кто желает у нас еще в августе будет две смены с 10 с 10 по 18 и 18 18 соответственно по 26 число августа в сочи еще будет ну да я на каждой смене я на каждой смене ну и плюс у нас здесь тренерский состав замечательное проживание и все условия и трансферы от отеля до до льда и обратно все питание включено так что у нас тренировки в комфортное время тренировок и своя бросковая у нас вот у нас все все в наличии так что идеальные условия несколько несколько вопросов по фактам сейчас посмотрел денис на ска как тебе ска ну про как можно даже про мотив сказать отсмотрели слушай как-то локомотив старпенулся в конце второго периода отчет в конце первого периода отчет потом опять сник во втором то как совсем чем-то мальчики подрасслабились но мне по моему мнению как бы две шайбы по вине вратаря локомотива молодой наверное я не знаю не знаешь 30 я даже не споря состава но кто я не знаю кто стоял но две шайбы точно на вратаре вот так что так очень удивило что я не я честно говоря в межсезонье так немножечко не не отслеживал да и собственно нечего было отслеживать пока не пришло хоккей вот и очень удивил валерий николаевич брагин на посту главного тренера это приятно раз к вот как и сборная вообще хороший ход ну я не знаю честно говоря ну то что я не знал что сборный да еще и сборной ты тренер молодежки он тренер молодежки об этом говорит он же будет молодежь потаскивать ну да я я сейчас пойду на молодежку тогда он сборную в общем разберемся договоримся но чё прикольно и ска выглядит так очень очень неплохо очень резво подряд но ребят так на пол конька обставляют все-таки локомотивчик вот и по скорости как-то может быть радиация солнечная на локомотив сочинская подействовала такое тяжелое время болели за паровозов реально у меня брата господи брат сын болеет за паровозов по-любому он любит паровозы так что мы болели за паровозов они вот так нас немножечко муж я встретим в третьем что случится у большого друга олега знарка в команде вспыхнул эпидемия коронавируса общался с ним как-то спартаке что-то слушай общались да общались но мы общались до того как он приехал 14 числа в расположение в расположение спартака вот так не только спартаке во многих командах были о том и речь да кудрявый он у нас тоже повисел на две недели то миронов вот так что ну а чё делать ну слушайте зараза есть от них никуда не денешься грубо говоря надо все-таки как-то предохраняться понятно что это все не спасать ни перчатки ни маски вот старый дедовский способ мыть руки и мыть с мылом нос реально берете прям мыло вот так вот на пальчики и прям с мылом моете нос вот старый дедовский способ всю войну вот гиды прошли не ничем не болели так что подумайте об этом вот это хороший ты человек допустим от тебя зависит все смотри что даже на этом турнире происходит команда сочи за день до турнира там вспышка коронавирус они быстро убирают основной команды берут молодежь ступенский капитан играет вместо сочи под их брендом и ты сам сказал что многие команды реально этим коронавирусом больны но 2 сентября ты должен начать сезон или не начинать от тебя зависит начинать такую ситуацию или не начинать потому что вспышка слева вспышка справа боятся в лес не ходить ну чё надо играть дальше хоккей и надо жить дальше на территории всех расстоять по домам не сядет народ больше не сядет и не захочет сидеть вот если уж хоккей начали транслировать то будут собираться каким-то кучками группами и болеть где-то по барам да не знаю ну как-то надо переживать это но что ну ну всяко бывает но если вы там полкоманды травм получили там ну ну бывает такие нехорошие ну как играли бы так вы играли капитан играл бы ступенский зато ступенский капитан себя проявил видишь кому война кому мать родна вот понимаешь кто-то из пацанов может там себя проявит звездочка какая-нибудь зажжется новая это судьба так что еще одна тема смотри очень такая глобальная тема в кхл ввели жесткий потолок зарплата 900 миллионов на клуб с одной стороны игрокам очень жестко реже зарплаты сергей мазякин упал со 180 миллионов в год до 50 тут можно сказать слово официально и все вот кстати на актеров ведут потолок зарплату ты на чьей стороне в этой ситуации с другой стороны клубом легче формировать состава более равная команда и не залог понимаешь не не плюн тоже объявили а потолок ну что делать или плохо скажи жалко конечно потому что таланты таланта должен и мастерство должны оцениваться все-таки мне кажется чуть больше и не знаю не знаю это мне кажется очередные очередной раз прибрали очередные деньги к рукам вот и все которые могли потратить на игроков забрали себе я думаю в этом все проблема кому-то не дают покоя чужие деньги вот и все у нас всегда смотрят на другого вот знаешь когда вот ну чё возьми да когда сборным проигрывать все обсирают сборным как только начинает выигрывать соответственно да мы все фанаты и все болельщики и все патриоты там типа того да ну вот чушь это все собачьи вот кому-то просто не дают покой чужие бабки вот и все и жалко ребят да мне кажется таланты таланты должны поощряться и поощряться хорошо они дождутся того что все начнут в нхл за хорошими деньгами но и начнется опять а вот а вот у нас у нас у нас квартире газ и все об этом и все это за этим сказано и и некий два последних вопроса смотри во первых нхл до нхл расчехливать играют следишь ли ты внимательно за это лига и если дать или но отслеживал там когда ваш играл с хэри кэйнс выиграли игр смотрел ну так я знаю что они сейчас торонто играть какой-то прям супер супер стэнли кап такой розыгрыш быстро и гроссмейстерский вот но особо не слежу пока ну бы за кого-то ты бы болел ну за рейнджер за уже вылетели вчера вылетели за ваших ваших вылетелям нет нет ну знаешь за за пацанов будем болеть ну ну за почему за только завещен так и не только вещь чем игра теперь там еще практически русская пятерка вторую забрали еще одного полевого не хватает кстати там такой слух есть но не слух даже практически правда парень молодой там или а самсон вратарь вашингтона у них карьера шла нас вверх очень хорошо награла здорово в регулярке он сейчас должен был бы быть первым номером но вот это миссис зоне покатался на квадроцикле магнитогорске травмировался его даже не взяли в этот пузырь и мы сейчас говорят ну что балбес такие матчи важны впереди у актера бывает такое что ты налажал и эти съемки срвались у меня вот такое ну практически ну как не не то что я налажал да но тем не менее вот сейчас 8 месяц без работы и хрен его знает когда она будет вот и уже проели все уже в долгах как шелкак смеяться такая но по всем ударил это коронавирус ну тут дурачок сам вот то что сам налажал вот это другое дело вот а так и у актеров было такие слушай взять одну одну большую проблему актер алкоголь многих такой бывает просто мало все очень очень все просто вот так ну сейчас вот большая проблема из-за того что были ну не было запусков из-за пандемии да и нас вообще самых последних отпустили уже спортсменов отпустили уже бары все работают рестораны театры в самолетах сидят все вот так вот чик 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 тучик театр не открыли вот вчера только первые первые спектакли прошли в москве вчера вот отыграл мой друг у максим литовченко который играл молодежки одного из защитников ну вот он вчера не отыграли в театре форменко триптих при пол полу заполненном зале то есть если зал 100 мест они играли вчера 20 человек играла для 50 соответственно но и все театры будут работать именно в таком режиме шахматной рассадки соответственно либо два через два либо место через место ну скорее два через два потому что все-таки театр ходит с парами с друзьями со знакомыми вот все таки 22 будет все таки как получше но опять же все равно 50 процентов это спектакль по свету зарплатам прибыли никакой соответственно также антропризы и я не сейчас не работаю в репертуарном театре в интерпризах то же самое и нам надо будет зала просто в два раза больше искать для того чтобы допустим сыграть нам можно было 800 не зал всегда нам придется искать зал 1600 1500 и рассаживать по ползал вот так что такие проблемы и скажем самые социальные незащищенные профессии оказались все что связано с кино с театром вот и все что связано с культ массовыми мероприятиями на самых последних отпустили дотации к никаких никаких поощрений за это все не давали ну кто и бы получил по 12 2 раза в июне и в мае полный задница по сравнению со всеми остальными да и сам последний вопрос такой какой-нибудь панч по поводу будущего сезона кхл сильное заявление которому вынесем заголовок ну разумеется не оскорбить на а какой-то сильно например типа там знарок выиграет куба гагарина или что-то такое произойдет что-то такое мощное потому что есть какой-то тебя такой сильный предчувствие то что это будет очень непредсказуемый сезон его могут опять не доиграть может быть черти что в нем какой бы панч это бы сейчас данном ну я думаю что можно сравнить на наступающий сезон с подготовкой к олимпиаде в корее такой знаешь любая провокация пойдет на пользу я думаю что будут так собраны все что собраны что да даже на том же там по поводу того же карантин или по поводу тех же болячек что будет дисциплина куда круче и будет прям я думаю прям сезон сезонище ну по возможности ну по играм ями народ чемпион суши хороший будет вообще тренерский батл в этом году если я говорю если учесть что брагин сказано рок спартаке горькунов динамо ну вообще бомбец будет все все предрасполагает хорошему сезон спасибо спасибо